Сегодня мы хотели обсудить, и первый вопрос, это, конечно, возникший диспаритет цен на зерновые и масличные культуры. Мы провели оценку с несколькими нашими фермерскими хозяйствами в Кубани. За 11 лет у нас получили цифры, что удобрения выросли на 112%, дистопливо выросло на 98%, при этом инфляция составила тоже в районе 98%, это за 11 лет, при этом цена на пшеницу выросла всего на 28%, если брать за период 11 лет. Очевидно, что при таком формировании диспаритета цен мы будем иметь меньше возможности обновлять технику, меньше возможности улучшать технологию и развиваться. Соответственно, мы хотели выслушать мнение ряда фермерских хозяйств сегодня по этому вопросу. Как вы оцениваете то состояние дел, которое есть в результате снижения цены на зерновые и масличные культуры? И какие решения видите вы? Мы, конечно, рады, что буквально несколько дней назад прозвучало, что базовую цену по пушени поднимают с 15 рублей до 17 рублей. Это очень ожидаемо нами, но надеемся, что и дальше будет индексация, потому что ситуация такая, которая была последние полтора года. К примеру, когда удобрения росли и когда в прошлом году, допустим, на пике цены нам говорили, что цены заморожены, при этом обычно в этот момент времени всегда шло падение цены на ту же селитру, но вот несколько искаженная ситуация подавалась в те же средства массовой информации. И сейчас, допустим, заморозки не произошло, условно заморозки, и цена на удобрение пошла вниз. Допустим, там селитра сейчас уже мы слышим цены и 15 рублей. При этом, конечно, большинство хозяйств закупило по значительно большей цене. Вопросов много, и вопрос обеспеченности техники. Мы бы сегодня хотели все-таки, чтобы у нас конференция шла в формате дискуссии, и мы не претендуем на то, что на каждый вопрос у ассоциации есть ответ, но ассоциация, ваше мнение, берет в работу и на нем основывает свою работу. Поэтому очень большая просьба сегодня, к примеру, мы рассмотрим несколько вопросов. Беспаритет цен, хотелось бы от вас обеспеченность техники услышать вашу оценку. Хотелось бы поговорить о защите растений и запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов и те риски, которые несут в сельском хозяйстве эти запреты. Но и обсудить вопросы, связанные с тем, как можно привлекать кадры на село. Вот сегодня у нас будет выступление директора по развитию региональному ассоциации, и там будут рассказаны о тех возможностях, которые есть, программно решать вопросы жилья для сотрудников сельских территорий, как можно развивать. Поэтому хотелось бы начать с выступлений нескольких человек. Я хочу предоставить слово фермеру из Краснодарского края, Казалу Сергею Анатольевичу. Интересно было услышать вашу оценку позиций. Пожалуйста, микрофон. Хорошая выставка, как отмечали сегодня. Действительно выставка самая лучшая, что была за эти годы, за 23 года. Очень большие площадки представлены и фирмами, и нашими отечественными производителями. Что хотелось бы сказать. Действительно есть диспаритет цен, который отмечаем мы с видением почты. Если он до этого существовал, то существовал повышением удобрений 100% без предупреждения, как сказать, неожиданно, не объявлено. Сегодня действительно отмечается снижение цены с литра 15, все остальные удобрения минус 5 тысяч. Это хорошо. Но практически крепкие хозяйства уже закупили продукцию. И сульфат аммония, и мафос на будущий урожай. Себестоимость продукции, получается, опять идет с удорожанием. Звонят каждый день экспортеры. Цена ячменя, вчера предложенная СНДС, 9,74. Пшеница за 11. Ну, там спрашивают, сколько вам интересно. Вот у нас 11,20, 11,30. Ну, неинтересно, если честно, неинтересно. Та техника, которая сегодня представлена, можно сказать, передовая техника, цены имеет гораздо выше, даже рассматривать ее просто неинтересно. Линейка стала больше китайская, да, цены пошли вниз. Ну, при этом расчете, который мы сейчас можем закладывать и считать себестоимость продукции, ну, даже она получается дорого. Начинается все с кредита, обсчитывать. Ну, осенью купили удобрение Селитру, практически 25 рублей. Взяли кредит, отдавать в ноябре. Сейчас Селитра 15, плюс проценты. Плюс какая будет цена реализации, мы просто не знаем. Долларовая, биржевая, цена зерна пошла вниз. Было 260 долларов, сейчас 236 на сегодня. Мы, ну, бизнес становится менее интересным. Если раньше, допустим, все вы знаете, что смотрели на доллар, смотрели на биржи, как оно развивается, что придержать, что продать. Вот ровным счетом сейчас это неинтересно. Как доллар, как биржи. Какой даже урожай будет, лишь бы неплохой был. Действительно, урожай на Кубани проехал, и много полей каждый день на работе должен быть достойный, не хуже, чем в том году по всем культурам. Хотя про пошлина и до сих пор идет по севнам, еще люди досевают, но, думаю, по даст, будет не хуже. Ну, хотелось бы действительно отметить диспаритет цен, именно заградительная пошлина. Она как-никак есть, хуже влияет на все в мировой ситуации. Итак, сложности у нас действительно пошлина на первом месте, и непонятно, как будет складываться рынок, зерновой коридор, и то, что переходные остатки существуют, будут давить на рынок уже однозначно. Хотелось бы понимание, пошлина это у нас навсегда, или какой-то будет период, тот, что просвет в развитии. Сейчас все подтянули пояса, ходят в технику, смотрят, нравится, но мало-мало кто останавливается, заключает договор и будет забирать ее с площадки. Хотя организации и торгующие фирмы предлагают с площадки гораздо дешевле, ну, как правило, как практика. Ну, у меня вот так вот все. Ну, еще один вопрос, если рассчитывать даже по зерну, вот, пошлина 5 тысяч, сейчас зерно 11, получается, зерно должно, ну, 16 рублей стоить. Нам минус затраты остается, ух, кто как работает, в какой технологии, 2,5-3 рубля. 5 пошлина, 3 остается, ну, это, грубо говоря, 70% добавленный налог, хотя эта пошлина не считается налогом. Или я не прав, хотел бы пояснение, если... Сергей Анатольевич, спасибо большое за ваше выступление. Давайте... Да, да, конечно. Раз, раз. А, слышали, да? Правильно, Сергей Анатольевич, да? Как? Сергей Анатольевич. Да, да. Сергей Анатольевич, а хозяйство у вас крупное, сколько в обработке? Сейчас я услышал 500+. 500+, да? Хорошо. Себестоимость какая вот, ну, в 22-м году складывалась на пшеницу 4-го класса, примерно? Не выращиваем, 4-й класс. Третий? Третий класс, значит, технология у нас особенная, давно работаем, и продукция 7 рублей. Себестоимость? Себестоимость 7 тысяч рублей. Себестоимость у вас 7... На зерне, да. При уважаемости? Почти 70. Почти 70 центеров, себестоимость 7 рублей у вас на хозяйстве. Ну, это особенно технологии какие-то? Да, особенности. Понятно, но тем не менее. Ну, другой вопрос. Мы считаем действительно все по зерну, но есть такая культура, как кукуруза. Она постоянно у нас рискованная. Мы не у Слабинского района, не Динской района. А тут в редкий путь. Если другой вопрос рассмотреть, считаем все по пшенице. По пшенице, да. Но существуют другие культуры, другие культуры более-менее маржинальные. Если взять сейчас семечко стоит 22-100, тоже нет большой маржи с нее, хотя она была культура, которая позволяла, ну, прорваться, выскочить, подняться. Там люди год-два ее сеяли, чтобы заработать первоначальный капитал или отдать кредиты. Кукуруза, допустим, рискованная. Культура у нас, ну, я с Кущевского района. Культура рискованная. 35-40 центров сейчас спор пошел с газовиками. Они говорят, вот среднюю, ну, убытки рассчитали, среднюю за 5 лет. Я говорю, нет, ребята, у нас урожайность хорошая. Все посчитали, 38. Справка 38. Вот по кукурузе она действительно сейчас 12 рублей. Перфон, ты видишь, что людям было за что-то. Кукуруза сейчас даже не 12. Я не знаю, где вы взяли цены 22 рубля подсолнечник. Вот сейчас только что открыл сайт Юг Руси 21 руб. Подсолнечник. Юг Руси у себя на воротах. Немножко вот здесь. А жмых 18, жмых 18. Жмых 18 рублей, да, но на него заградительно, опять же, пошлино. Добрый день. Я всех вас приветствую. Конечно, предыдущий оратор, как сказал, замечательная выставка. Выставка очень хорошая, достойная. Много техники представлено. На этой выставке, ну, как минимум 70% представлены отечественные техники, не только китайские, да. Но представьте себе, что они тоже сейчас, сегодня, завтра встанут. Если вот в Краснодарском крае, ну, я бы так сказал. Если убрать стоимость земли, то затраты у нас на гектар примерно плюс-минус одинаковые. Стоимость земли, у вас как минимум в 8-10 раз она дороже. У нас она пока что подешевле. Ну, диспоритет на что сказывается? Сейчас вот мелкие фермерские хозяйства, которых у меня в кооперативе где-то из 23 мелкие, наверное, 18, то они бедолагиют. Ну, в этом году как-то выкинем мы их еще по сирнули. А вы для настрой области мелкие это сколько? Ну, мелкие там, ну, от 300 гектаров и выше. От 300 до 1500 вот так вот мелкие. Мелкие? Да, мелкие. Ну, вы урожай свой не сравниваете, природоклиматические условия и... Ну, то есть в основном растениеводы. На сегодняшний день пшеница с протеином меньше 10 вообще никому не нужно. 4-55 рублей населению продают. Представьте, как выжить. Вот мне хочется вот, наверное, на этой площадке, вот именно через средства массовой информации, обратить внимание, если бы у нас была цена хотя бы 10-12 рублей, мы бы, наверное, до потолка прыгали. Хотя себестоимость там, ну, от 6, ну и до 8 рублей где-то у нас вот так вот колеблется. Ну, это вот прошлый год у нас тоже один из рекордных урожаев. Был, ну, в районе 30-40 центнеров у нас озимый, когда, вот это у нас рекорд. До 80, до ваших, там, конечно, далеко. Вот у меня вопрос, вот как выжить под мелким крестьяном? По запластавленным чиновникам я задавал этот вопрос на дом из форумов. Я говорю, продавать земли собираются. Пусть продают. А за ними семьи, за ними семьи работников. Как им выживать? У меня большой-большой вопрос. Да, какому сейчас легко? Трудно государству, трудно стране. Но завтра, если не будет на селе фермера, то село вымытно. Вот на сегодняшний день, по моим предварительным оценкам, ну, при Волгском федеральном уровне, так вам скажем, везде примерно ситуация одинаковая, нашим селам осталось жить, ну, 15, ну, край 20 лет. И сел просто-напросто не уйдет. Либо там беженцы какие-нибудь там заместят, либо там в Таджикистан кто-то приедет. Ну, коренного населения практически не будет. Агломерацию не избежать. Все едут в крупные города, где там полегче жить. Конечно, и народ немножко вленился. Побросали огороды, побросали скотину. Остались трудяги. Вот трудягам почему-то выгодно и поросят держать, и караес держать. А лентяям все это не выгодно. То есть они получают какие-то там бюджетные деньги. Детей из детдомов вернутся на воспитание, чтобы деньги получать, и все. Вот. Нужна ли деревня России? Большой-большой вопрос. Вот ни один крестьянин, ни один фермер, ну, где-то тебя там заработал на семью, ну, на свой отдых, ну, там, 5-10% где-то. С чистой прибыли он возьмет там на свои нужды, да? А все остальное опять закапывает в землю, развивается, покупает новую технику, зарплату увеличивает в своем работе. В том числе и налоги увеличиваются. Поэтому я не знаю, куда нас приведет эта цена. Да, по Краснодарскому краю, вы тут посмотрели, как сказали, что не хуже будет урожай у вас. Ну, это житница России, это так и должно быть. Но у нас урожай значительно хуже прошлогоднего будет, если прошлый год-то у нас был рекорд, как и в предыдущем, в 2020 году, то у нас, ну, примерно 60-70%. Если от прошлогоднего заберем, это будет отлично. То есть, как минимум, падение будет 30-30%. Почему? Потому что зима вот достаточно суровая была, ледяная корка, и довольно много выпаданий, некоторые сарты даже вымерзли. Ну, на цену, конечно, играет роль Кубань, Воронеж, основные зернопроизводящие регионы. Поэтому надеюсь на вразумительные решения наших вышестоящих начальников на уровне федеральном, что они примут какое-то решение. Конечно, в средствах массовой информации держат много. 2000 рублей. На каждую тонну реализованную мы получаем. В соответствии, есть 10 миллиардов выделили, 150 миллионов собрали. Представьте, сколько там надо, что по 2000 получить. 300 миллиардов вместо 10. Так, если бы все реализовать, пусть даже 50% реализуют, то 150 миллиардов. То есть лукавства много, кое-что и не доходит. Мукамола вот за период низких целей, ну, у нас получилось не больше 500 тонн. То, что мы почитали. 500 тысяч тонн. Соответственно, при таком объеме очевидно, что наша переработка, она не сможет развиться. При 155 миллионах, или даже при 140 миллионах товарного выпуска. Темпа развития той же мукамоли промышленности сейчас мы, как таково, не видим. То же самое мы не видим в животноводстве. Мы проанализировали, опять же, и задавали прямые вопросы животноводам, допустим, Национальному мясной ассоциации. Ощутили вы какой-то прирост при длительных низких ценах на зерновые. Там ответ нет. И, в принципе, там даже нет поддержки того, что пошлина может стимулировать внутреннее развитие животноводства. То есть, этих иллюзий ни у кого нет. И даже если брать желание снизить конечную стоимость на хлеб, то если брать социальный хлеб стоимостью 80-82 рубля за килограмм, то доля пшеницы в конечной цене хлеба она составляет не больше 17-19%. И мы видим, что цены последние два года на зерновые культуры падают. При этом цена на хлеб она как росла, так и растет. Корреляции здесь, как таковой, практически нет. Но справедливости ради все-таки скажу, что зато не было роста действительно на других продукциях, то есть это на мясо, птицы и свинины. Да, но здесь на чем основывается наше предположение, когда мы акцентируем внимание на том регулировании, которое есть сейчас. Мы исходим из того, что в России, если оценивать в районе 90 миллионов гектаров пашни, то еще порядка 40 миллионов по оценке того же Министерства сельского хозяйства это земли сельхозназначения, которые не используются. То есть здесь есть потенциал, это в разных регионах. И мы знаем тех людей, которые там 3-4 года назад пошли и начали осваивать земли ввиду хорошей рыночной конъюнктуры, начали осваивать земли в Новосибирской области, в других регионах и брать те земли, которые не использовались. И процесс введения земель, он начинался, и начинался активно. Предпринимательски вообще любая отрасль существует так, что когда есть хорошая экономика и предсказуемое регулирование, инвестиции в эту область идут. Когда мы заходим в зону непредсказуемого регулирования, то это всегда отрицательный фактор для любых предпринимателей. Кроме товарного выпуска, очень важно еще оценивать, сколько инвестиций идут в области. По многим фермерским хозяйствам, даже, конечно, у нас в регионе ситуация для сельхозпроизводителей, она зерновых культур, она лучше. Безусловно, мы ближе к экспортным терминалам, но, в свою очередь, у нас значительно дороже земля, значительно трудовые ресурсы выше стоят, но при этом потенциал дальнейшего увеличения объема производства, он в России есть. И если регулирование будет прогнозируемо, и инвестиции не будут в какой-то момент приостанавливаться, а приостанавливаются они тогда, когда предприниматели видят, что прибыль ограничена в этой области, либо она сводится и минимизируется с каждым годом. Вот это мы сейчас наблюдаем, и свою позицию мы стараемся аргументировать и излагать, что это долгосрочно может привести к оттоку инвестиций из растеневодства. Причем эта ситуация уже наблюдается в ряде регионов, да и в нашем регионе наблюдается. Возможности покупать технику трактора и комбайны в этом году у нас значительно ограничено. Я бы хотел предоставить слово Артёру Владимировичу Застрожникову. Да, да, конечно. Коллеги, ну я хотел рассказать про наш регион все-таки по приобретению техники. Хотел отчитаться, за прошлый год Краснодарский край купил на 20 миллиардов техники. Если мы возьмем другие годы в разрезе, то это было 14-17 миллиардов. Я безусловно с вами согласен, что техника подорожала. Но, тем не менее, наш регион занимается переведением новой техники. И в прошлом году мы по поручению губернатора заключили договор союзный с нашей республикой Беларусь и на территории Сараминского района приступили к выпуску сборки НТЗ-82 и 12-21. Сегодня мы работаем над программой, чтобы та техника, которая будет произведена в Краснодарском крае, чтобы была субсидия нашим фермерам, нашим сельхозтоваропроизводителям, кто будет приобретать до 15%. Что еще было сделано? У Славинских буквально месяц назад была открыта пока мелкая серийная сборка комбайнов в Кубань тоже с белорусами. В этом году планируется произвести до 50 штук. Наша потребность в Кубань как минимум мы 250 комбайнов в год приобретаем. И мы готовы приобретать эти комбайны. Уже первые два комбайна на открытии будут приобретены. Но в этом году планируем, что их производят 50 штук и что наши аграрии их приобретут. И хотим максимально уже на Кубани расширить это производство, чтобы это была не крупная узловая сборка, а уже, так сказать, определенные части комбайна производились уже на территории Кубани. Как в прошлом тоже класс приходил на Кубань, начинали крупную узловую, а потом практически дошли до локализации, если не ошибаюсь, больше 70%. Что еще хотелось сказать? Ну, по ценам, действительно, Сергей Анатольевич сказал, что 7 рублей себестоимость, это, конечно, у вас очень хорошая работа, вы хороший экономист, хороший руководитель, это очень достойно. Себестоимость и урожайность у вас достойна. Ну, мое мнение, что все-таки цены, которые на сегодняшний день, они не только влияют от пошлины. Вы помните, когда только случилось, да, как нам закрыли перечисления банки, у нас не было определенные моменты с валютой перечислений, не было страховок, не было кораблей, которые могли осуществлять эту деятельность, и часть стран закрыли для нас экстрад. Конечно, это привело к тому коллапсу, который произвел вал цены. То есть, это не только почвенно, это влияют и другие факторы. Я с вами полностью согласен, цены выросли. И в прошлом году, что еще хотел сказать, добавлю, в прошлом году, конечно, мы столкнулись с требованиями запасных частей на иностранную технику, потому что большая часть наших аграриев руку на сердце положительная техника, произведенная иностранными компаниями. Что мы сделали? Мы сразу собрали наших производителей, наши компании, которые могли замещать те или иные узлы, те или иные запчасти. И вместе с Министерством промышленности Краснодарского края провели не одно совещание, выпустили каталог для помощи сельхозтоваропроизводителей, чтобы знали наши производители, которые в шаговой доступности могли отремонтировать ту или иную технику. В принципе, если какие-то у вас будут вопросы, именно по делу, Сергей Сергеевич, мы пригласили, он готов тоже вам будет рассказать, может быть, контактами обменяйтесь, и в течение работы вы можете всегда нам набирать. Добрый день, уже на коллеге, спасибо. Я начну немножко, вот форум посетил «Зерна России» в Сочи, и после того, как было сказано, что на 2000 цена отсечения повышается, соответственно, нам достанется эти 2000, плюс 2000 на каждую тысячу тонн просубсидировали, значит, там попросили модератора все-таки на позитиве закончить форум, услышав эти новости. Модератор сказал, что спасение утопающих делал рук самих утопающих. Ну, то есть на позитиве мы закончили тот форум, вот на позитиве начинаем вот этот. Что хочу сказать по поводу техники, мы в том году, я сам лично был там в Турции, в Казахстане, в других странах, то есть с той целью, чтобы самому себя обеспечить техникой или запчастями в первую очередь. Ну, получилось и технику какую привезти и запчасти. Это сложный процесс, с каждым днем правила меняются. Вот сегодня заключил контракт, завтра уже что-то там уже говорят, нет, все так не будет, надо по-другому. И вот каждый день сдвигаясь, сдвигаясь, сдвигаясь сроком, мы оплатили первую парку запчастей в августе 22-го года, получили ее ну, вот там полтора месяца назад. Вот такие сроки. Ну, понятно, там где-то может быть и наши ошибки какие-то были где-то, но в общем у всех вот здесь фирмы, которые выставляются, тоже мы проплатили бывшим официальным дилером каких-то известных брендов и по сей день запчасти еще в пути. Не все пришли какими-то тоже путями едут. Поэтому ситуация сложная, что-то говорить по запчастям. Поэтому наверное, наверное, выход в том, чтобы наши местные развивались. Ну, знаете, можно обсуждать много. Я вот думал, что сказать еще. Вот, например, подшипники, мы растамаживали там специальные подшипники, которые только вот импортного производства. Ставка антитемпинговая 41,5%. Таких подшипников у нас никто не производит. То есть на эту импортную технику я их нигде не найду. Но их почему-то антитемпинговая пошлина 41,5%. Такое ощущение, что у нас их тут полно этих подшипников. Ну, кто эти принимает решения, ну, как бы, с одного богу известно, на каком основании. Поэтому можно обсуждать много вопросов. Ну, пока не будут отменены пошлины на все, на все виды продукции. Обсуждать это все, это знаете, как это в реке, где высохла вода, кораблики пускать. Вот. Это мы можем вот эти кораблики пускать, только они никуда не поплывут и никуда не доплывут. Пока у нас не будет денег в отрасли. Касаемо переработки мера, вот вопрос тоже был. У нас в районе три мельницы у фермеров три. Они все закрыты. То есть они раньше работали. Это было выгодно, это было интересно. Сейчас нет. Они есть, они законсервированы, пожалуйста. Какой стимул стимулирует переработку? Каким образом? То есть, понимаете, поэтому таких примеров РАПСНУ продавали до ведения пошлий по 27 рублей, ой, по 48-52, потом стало 20-25-27. То есть, ну и кто, где, что это стимулируется, хорошо стимулируется, пусть переработка. Но переработчики сели вдвоем, втроем договорились и нам дают цену, которую они считают нужной, которая по их мнению справедливая. Ну, поэтому, знаете, если есть конкретный вопрос, могу поделиться опытом, там, как вот мы завозили эти запчасти, как растамаживали, как бы все сложности, там. Ну, уже здесь, в частном порядке. Да, если надо будет, да, да, то есть могу поделиться опытом. А так, в общем, наша задача, наверное, как бы пережить, переждать, затянуть поиски, не знаю, насколько нас хватит. Спасибо. Вот два. Спасибо. На самом деле, мы давно следим за деятельностью ассоциации и, само собой, возникло желание вступить в лица в эти ряды. То есть, у нас не агитировать, не предлагать надо, мы видим, насколько активно организация действует не только на территории Краснодарского края, но и в регионах. Повестка, которую она оглашает, она для нас близка, мы ее понимаем. Поэтому мы решили в ближайшее время учредить отделение Ассоциации народных фермеров в Республике Адыгея. Будем рады всех видеть вас в нашей Республике. Добро пожаловать, приезжайте к нам. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова